Доброе утро! Сегодня 5 сентября и Саша решил вернуться. Встретил нашу девушку Сайра, которая стирает и говорит, у меня есть там немножко стирки, вот чтобы зря и потом к нам не подниматься. А я пока выкину мусор. Вот что осталось после Ганеша 4. Продолжалось 3 дня весь фестиваль. Ганешу вчера увезли, я показывала это. Пол такой разноцветный. А 2, 3 и 4 вот его увезли. Такие колонки конкретные. Вот. Замечательная погода такая. Мы даже окна закрыли все домой, потому что, может быть, пока сейчас нас не будет, начнется сильный дождик. А может и не начнется. Ну, и я к тебе сяду. Сядем рядышком. Вот. 5 сентября. Надо мне как-нибудь сходить с ней на ее место стирки, где она стирает. Четыре штучки. Четыре. Дарлинг, can you ask your age? Your age. Сколько ей лет? Я не знаю, если она интересна. А, хинди-лэнгвич. Спроси, сколько ей лет? Дарлинг, can you ask your age? Ну, завтра четыре. Да. Считана умер, а, кем она живет. Мера, мера, ларака, а? Да, да. Сколько тебе лет? Мера умер, шестьдесят эд. Мой возраст шестьдесят восемь. Завтра принесешь. Эй, сколько тебе лет? 54. 5-4. 5-3. 5-3. Ой, говорит, вот ей 53. Да. Хорошо, хорошо, моя золотая. Хорошо. Лакшми, в общем, ее зовут. Мы выяснили, что ее зовут Лакшми. Саши, как всегда, мне год прибавил, говорит. Вот мне, например, шестьдесят восемь, говорит. А ей пятьдесят четыре. Я говорю, три, пятьдесят три. Вот. Но так и не выяснили, потому что, знаете, что? В Индии очень много языков и много диалектов. У них же двадцать... Ну, а что просто так-то раздавать-то? А, спроси, говорит. Он ему десятку дал. Я говорю, что просто так раздавать? У них... У них здесь язык Тилугу. Тилугу, Тилугу, лэнгвич, Тилугу. В штате Андропрадеж язык Тилугу. А, он не знал, что этот мальчик не знает Тилугу. Я хочу узнать, как... Ты говоришь, Тилугу? Тилугу. Я не знаю. Сколько? Сколько же ей лет? Сколько? Мы выяснили? 45. Ага. 45. Чар панч. Да, окей, окей. Все, поняла. 45. А он почему не понимает? Он же местный. Почему он не понимает Тилугу? Саши знает три индийских языка. Хинди, английский. Он у них тоже государственный. Хинди, английский. И пенджаби. Санскрит еще знает. Но они им только в молитвах по большей части пользуются. А в каждом штате свой язык. И многие индейцы не понимают друг друга. И вот даже такой простой вопрос. Сколько тебе лет? Можно долго выяснять. Спасибо доброму человеку, который нам помог это все выяснить. Вот здесь тоже был ганеша. Были столы, просад, молитвы, пуджи читались. И их ганешу тоже увезли. И во всех, во всех дворах были такие большие ганеши, как я показывала. Вот, их увезли в речки. В речки, в океан. Кого куда. Да, слушай, я только и вижу, что ты вот прямо вот так вот спишь. Да спишь тут целыми днями. А это случайно не наш Лаки? Нашел себе более удобное место. Кто-нибудь помнит Лаки в лицо? Лаки в морду кто-нибудь помнит? Ну, я тебя уже который раз застаю здесь греющим твои бока. А что ему делать-то? Ночью поди служил. А сейчас солдат спит. Мы сейчас собираемся на пуджи. Нам попросила одна зрительница сделать для ее большой семьи пуджи. Вот так собирают наш мусор. Сортируют сразу. Пластик отдельно убирают. Вот так вот они. Прачки, прачки, прачки в ошен-кледле несут в свои котомочки белье стирать. Вот специальные там есть такие, как небольшие бассейны такие, в них вода, и они стирают, потом сушат вот на веревочках, на сухом русле Четроварте реки высохшим. Сегодня четверг. И наша, наша вот прачка тоже там же стирает. Я получаю очень часто комментарии. Вам что, не судьба купить стиральную машинку? Вот, 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 видите у них это место. Я иногда снимала, вот помогает вся семья. Ну, не покупаем стиральную машинку по двум причинам. Во-первых, квартира съемная. Нам не хочется тут ставить, заморачиваться с этими вещами, со стиральной машиной. И более причина, честно сказать, веская. Нам хочется дать хоть немножко работы местным жителям. Конечно, стиралка бы уже три раза окупилась за эти шесть лет, что мы здесь живем вместе, даже семь постоянно. И, наверное, бы уже три стиралки окупились. Вот это тоже храм. Дурге. И можно было бы поставить. Ну, пускай эти бедные женщины имеют свою работу, честно зарабатывают хлеб. И, к тому же, они еще гладят потом. Мне же гладить тоже очень лениво. А они приносят глаженное. Вот там какой-то водоем, тракторы что-то копают, экскаваторы вывозят. Может быть, песок, землю, наверное, везут для кирпичей, может. Такой карьер хороший выкопали. Я думаю, что они взяли сент для кирпичей. Водички немного. Потому что недостаточно дождя. Нам не хватает тут дождей. Хотя нас и залило, но это было, наверное, несколько дней. А нужен целый сезон дождей. Тепполь или тепполь? А. И вот мы едем к нашему любимому Пуджаре, в соседнюю деревню. Он живет в нашем доме, в нашей деревне. Но храм, в котором он работает, он раньше работал у нас прямо в Путапарте. Потом ему очень сильно повысили аренду на храм. И он переехал сюда. Потому что там хозяин, видимо, от того храмчика увидел, что к нему такие постоянные по очереди люди заказывают и заказывают Пуджи. И он решил, наверное, другого священника своего поставить. Ну, это такие вот наши предположения. Ну вот, дорогие друзья, я вам немножко покажу внутри храма. А ту Пуджу, что буду делать, я тоже сделаю, смонтирую и отошлю девушке, которая просила для ее семьи сделать эту Пуджу. Я не буду ее показывать всем. Вот. Так что вот. Хорошие дни для Пуджи, конечно. Здравствуйте, друзья. А у меня есть... Ой, у меня вообще нахаленный такой. У меня есть печенька вам есть, 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 да. Ты прямо знаешь, наверное, да, что у меня есть печеньки. Сейчас, мои хорошие. Сейчас дам печеньки, печеньки. Печеньки есть, есть. Да, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Папа, open, please. Give, have, have. Сейчас, ребятки, сейчас. Замечательные мальчики. Одна девочка вроде. Беленькая девочка. Сначала девочки. А ты подожди. Ты жди, ты жди. Вот здесь жди прямо. Давай, давай, я тебе дам. Одну за другой. Так. А ты той дай. Я дам ему. Ну, замечательно. Очень хорошо. Это уже, как бы, для той семьи, которая заказала пуджи. Мне кажется, это хороший знак. Вот, в честь них мы еще и собачек кормим в празднике Ганеша-Четуртхе. Пусть устраняются все препятствия с пути, с прекрасных начинаний этих людей. Вот. Все, ребятки, да, много слишком, это вредно. Да, вредно. Теперь на чай, пойдемте. Ой, прямо как Инь и Ян. Да. Вот ты вот Инь, женская энергия. И к тому же она девочка. А вот ты вот Ян, мужская энергия, к тому же мальчик. Здорово, правда? А ты, смотри, такой общительный, ну такой общительный. Сиди. Видите, как здорово. Останавливаются прямо вот помолиться. И с ребенком мужчина снял тапочки на байке. Помолился напротив мандира. Даже если у него нет времени зайти. Он просто остановился с ребенком. Ребенок это с детства впитывает, как надо. Даже торопясь в школу, в садик, на работу, они с утра заходят. Я просто над ними так вот умиляюсь. Дети заходят, забегают с портфелями. Думаю, ну ты красавчик, ну ты красавчик. Такой, такой дружелюбный, такой хороший. Кто ж тебя так научил-то выпрашивать-то? Да, надо, наверное, уже идти. Понимают, да, не заходят в храм, не заходят. Ждут там. Я пока для всех покажу, как этот храм устроен, как этот храм украшен. Да, да, сейчас я возьму. Ага, мы приехали раньше. Шива я здесь, Хануман я здесь, Ганеша я здесь. Вот приблизительно это символизирует, когда звенешь колокольчиком, что я пришел, обрати на меня внимание. Кресло такое прелестное. Ему надо поменять немножечко сидушку. Школьники перед школой зашли. И уходят, не поворачиваясь спиной к божествам. Уходили, пятились. Пятились. Все хорошо, у нас много времени. У нас много времени. Дурга, мадер, дайвил Бринг, фром Раджастан? Раджастан, да. Вот такую вот статую привезут с Раджастана на Тасару. Тасара будет 29 сентября, начинается. Вау, вау, вау. Из мрамора. Из мрамора? Да, из мрамора. Вот такую дургу привезут. Будет две сутки Тасара. Она еще не сделана, да. Вот они делают такую, потом разукрасят. Вот они просят. Для этого степла, да? Для этого степла, да? Для этого степла, да? А, там с той стороны будет Тасара. она стоит это еще не наша буджа это это статуя стоит 100 тысяч рублей он очень будет занят во дни досары 10 дней с 29 сентября она начинается а потом через 20 дней после досары будет дивали праздник огней вот так вот у них всегда всегда так много этих праздников да мы раздадим нашим друзьям этот просад буджи спасибо большое тэнки у дэнки варим альтенева ствари на из поджи очень замечательная была я так люблю этого с вами очень люблю этого с вами и нравится как он все объясняет еще к тому же и сегодня он объяснил замечательно потратил еще больше душевных сил и энергии рассказывая нам как все эти боги проявляются в нашей жизни а вот сидит ганешик устранитель всех препятствий здесь у нас офис который мы платим за электричество нам приносит хозяин сколько у нас там накрутилось но у нас всегда мы платим всегда экстра вперед на будущее он просто пошел проверить у нас до сих пор есть там депозит мы больше платили до сих пор у нас есть переплата 2000 руби мы же не очень много тратим 2000 мы тут за год если жизнь каждый день потратим а мы живем только три месяца по большому счету куда пальцы поэтому у нас эти две тысячи еще долго будут тратиться а мэйбе авто ноу-поди мы встретили нашего любимого дедушку налоговый инспектор он куда-то туда шел может быть он на обеденный перерыв пошел почему-то он не берет ни рикшу не вас говорит он ходит вот как ты думаешь сколько ему лет он но он не знает конечно но думаю больше чем 70 мы здесь видим узле ашрама и пойдем пешочком сих пор манго продают сайран сайран нет я манго сейчас не хочу всему свое время манго мы наелись овощи да овощи пока есть все пока есть так а здесь мне ничего не надо давай бананчик возьмет бери чего рыдает мальчик маленький окей чало я знаете чего хочу я хочу авокадо так сколько же она сейчас у нас стоит авокадо 251 килограмм а вы за вот рэдди покажи мне который готовый рэдди пор экзампл фото дэй канал да окей вас вас так я хочу попробовать 250 стой 60 это халмача панепал и 50 рупий один ананасик да хорошо давай вот оторви ему голову ага 110 да в антенну ну а ну 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 не надо пластика кафа калибек так давай сюда клади мне пожалуйста это мое авокадо авокадо ара это мое даро сейчас спасибо пеньки захотелось какой-то сделать салатик такой туда я пошла мне же еще кефир надо вот у него я и поменяю 500 рупий салатик с авокадо так еще печеньки взяла для собачьих пластик привезли это вчерашние петарды потихонечку убирают там трон ганеши куда наш лаки-то делся раньше каждый день тут лежал собака где лаки расскажи мне куда ушел лаки они живут с открытой дверью них там вся жизнь на виду поражаюсь честно говоря здесь же люди ходят толпами все заглядывают но их это не травмирует дорогие мои друзья все я пошла домой первая часть нашей солнечной индии нашей сегодняшней махабхараты закончена вот и всем желаю счастья здоровья 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 и еще раз здоровья и гармонии в душе в сердцах в семье вашем городе вашей деревне вашем поселке где вы живете и в вашем доме самое главное чтобы в доме была гармония мир шанси 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 все я всех обнимаю всех вас люблю и